Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось очередное онлайн заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Арцах будет сопротивляться, несмотря ни на что, министр иностранных дел Давид Бабаян. Познакомимся с провинциями Западной Армении Акбак. Идет строительство нового микрорайона общины Иванян. В Джавахке прошел Гатай-фестиваль. Известный винный критик New York Times считает армянский виноград в сорт Ари недостойным большего признания. Выставка работ Параджанова открылась во Франции. Скончался гражданин Республики Западная Армения культурный деятель Марис Абрамян. 23 марта состоялось очередное онлайн заседание Национального собрания Республики Западная Армения, в котором приняли участие депутаты из разных стран мира. На повестке дня стоял вопрос об избрании нового председателя Национального собрания. В результате голосования большинством голосов председателем Национального собрания избранный депутат Нелли Арутюнян, заместителями председателя Национального собрания депутаты Симон Даруян и Виолетта Казаросян. В повестку заседания также были включены вопросы, связанные с мероприятиями, которые состоятся 24 апреля в разных странах мира. Правительство Республики Западная Армения поздравляет новоизбранных и желает им плодотворной работы на нелегком пути реализации идей Западной Армении. Азербайджан проводит политику запугивания в отношении армянского населения Арцаха, но Арцах будет сопротивляться, несмотря ни на что. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, говоря об общей гуманитарной, социально-экономической и морально-психологической ситуации в Арцахе. Бабаян сказал, что новостей по этому вопросу пока нет. Действия Азербайджана он оценивает как терроризм против гуманитарных норм в отношении населения Арцаха. Ахбак – провинция Воспураканской области Великой Армении. Центром был город Адамакерт. Святой хач был родовой гробницей Арцруны. По преданию, в Арфоломеевском монастыре был похоронен апостол Варфоломей. В XIV веке в горных районах Ахбака поселились курдские племена. В XIV веке Ахбак был завоеван османским султаном. В 1880-х годах большинство жителей Ахбака были армянами, хотя жили и ассирийцы. Во время геноцида армян в 1915 году большая часть армян Ахбака была убита, выжившие переехали в Восточную Армению. Идет строительство нового микрорайона в общине Иваняна с Керанского района Арцаха. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства градостроительства Марта Даниэлян. В настоящее время строительные работы находятся на разных стадиях. Ведутся отделочные работы и установка окон. Район будет состоять из 15 трехэтажных домов. Проект застройки района реализуется при финансировании Всеармянского фонда Айастан. По инициативе церкви Святого Саркиса в Ноноцминде и образовательно-культурного центра Рафаэл Джавах был проведен ГАТА-фестиваль, который традиционно отмечается в Джавахке. Количество представленных на праздники ГАТА превышало 70. Духовный лидер Ниноцминды отец Армаш Погосян благословил сладости, которые затем были розданы верующим. Победители получили сертификаты и подарки. Эрик Асимов, винный критик The New York Times, опубликовал статью о 10 менее известных сортах винограда, которые заслуживают широкого распространения. В его списке оказались и армянский сорт Арани. Он подчеркивает, что хотя в Кавказском регионе существуют десятки сортов винограда, заслуживающих более широкого признания, но он выделяет армянский Арани. Эрик Асимов отмечает, что армянский Арани незаслуженно малоизвестен за пределами своего региона. Выставка работ Сергея Параджанова под названием «Я имею право только мечтать» открылась в музее DC Повлерик в Мон-де-Марс Франции и в течение трех месяцев представит искусство Параджанова сотням зарубежных гостей. По данным музея Сергея Параджанова, выставка родилась в результате года тесного армяно-французского сотрудничества, со временем перешедшего в теплую дружбу между музеями DC Повлерик и Сергея Параджанова. Президент Западной Армении Арменак Абрамян с грустью сообщает о смерти своего друга Мариса Абрамяна, культурного деятеля. Президент Арменак Абрамян выражает соболезнование жене Мориса Абрамяна Лилиане, дочери Кети, внуку Томасу и другим родственникам погибшего. Арменак Абрамян почтит память погибшего. Морис Абрамян сыграл большую роль в нелегком деле сохранения культуры Западной Армении и представления ее миру. «Память о нем всегда будет светлой в моем сердце, покойся с миром, дорогой друг. Наша борьба продолжается». Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!